Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня у нас на обзоре АТ-1, словно известная ПТшка второго уровня, коллекционная машина, ну а для кого-то неизвестная и вовсе. Многие говорят мне по поводу того, что мне не стоит снимать обзоры на данные машины, потому что снимать необходимо что-то популярное. К этому вопросу мы вернемся немножко позже. Ну а что касается того, чтобы меня остановить, есть донатная ссылка. И вот как многие стримеры продлевают свой стрим за счет донатов зрителей, я готов сделать за ваши донаты паузу в съемках подобных видео. Ну а если серьезно, ребят, если вы готовы поддержать канал, обязательно подписывайтесь на него, ставьте лайки. Если имеете финансовую возможность поддержать канал в его развитии, отправляйте подарки через магазин, либо кидайте через донатную ссылочку. Я вам буду безумно благодарен, я стараюсь ради вас и хочу сделать уникальный и ни на кого не похожий контент и на никого не похожий канал. Итак, ребят, АТ-1, что она собой представляет и в чем прикол данной ПТшки? Давайте будем обсуждать, наверное, начиная со сравнительной таблицей, потому что на втором уровне, ребят, ПТшек всего 5 и все они коллекционные. То есть проходных ПТшек у нас нет. И, безусловно, АТ-1, она не сильно там позитивно отличается, допустим, в разрезе ДПМа, гораздо ДПМ-нее машины есть. Пробитие, я бы сказал, очень хорошее, 75, и улучшать его с помощью оборудования нет абсолютно никакого смысла. Альфа-90, что, кстати, тоже довольно-таки приятно. Да, безусловно, разница в 10 единиц покажется вам, ну, какой-то никчемной или даже незначимой абсолютно, но все-таки, ребята, это второй уровень, а не десятый. Поэтому, ребятушки мои золотые, 10 единиц для этой машины это существенно. Что касается перезарядки, долговатая перезарядка, вопросов нет. Ну и что касается самого интересного, это действительно машина-победитель и машина-победители по одной простой причине, потому что, тадам, 59% побед. Это действительно АТ-1 победоносный. И если посмотреть вот так вот в разрезе других автомобилей, то здесь существенный отрыв от всех. Ну, единственное, я парень честный, всегда показываю все как есть, поэтому спустимся немножко ниже. Два игрока, ну, как есть, так есть. Ладно, шутки шутками, но давайте будем говорить откровенно. Чем обладает данная машина и в чем ее действительная уникальность? Это картон, здесь не поставишь ничего, но не такой картон, как, допустим, мог бы быть. Если по сравнению с другими машинами посмотреть, то да, безусловно, на кого-то она похожа по уровню бронированности. Ну, а что касается некоторых, то не похожа прям совсем. Короче говоря, машина в чем-то уникальна, о чем-то абсолютно заурядна. И что она собой представляет, необходимо смотреть именно в боях, куда мы с вами сейчас, ребят, и отправимся. По одной простой причине, потому что именно это мы хотим видеть. Хотим видеть, как играются машины в реальных боях и что они собой представляют. Насколько это фаново, весело или не весело, напомню, это второй уровень, поэтому я не ожидаю и абсолютно не рекомендую вам ожидать результатов по фарму, результатов нанесенного урона там или еще чего-либо. Это машины коллекционные, машины второго уровня, песочни и песка просто не придумаешь среди коллекционок. Ну и, соответственно, данная машина абсолютно выходит за пределы стандарта. А стандарт, тот, который сейчас прописывается на всех остальных каналах, он очень прост. Он сводится к тому, что клевые машины вводятся на 8-10 левел, что вы обязательно должны потеть над своей статой, что вы обязательно должны придерживаться среднего урона и так далее. И если, ребят, вот эта позиция вам уже немножко поднадоела, если вам надоело смотреть замусоленные до дыр премиумные машины этих левелов, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, на котором вы найдете не только премиумные машины высоких левелов, но и другие интересные, познавательные и веселые видосы. Спасибо вам большое за поддержку моего начинания, я действительно хочу конкурировать и уверен, что смогу это делать. Для этого нужна только ваша поддержка. Итак, едет наша дорогая АТ-1 просто ужасно. Она действительно еле катится, и когда я на ней захожу в бой, я делаю это не часто, безусловно, но так чисто, знаете, ради фана, поприкалываться, посмеяться. Я сразу вспоминаю АТ-2. Кто проходил ветку бабахи, тот поймет, о чем я говорю. Пока ты доедешь до гущи событий, эта гуща событий уже рассосется. Причем рассосется, как правило, в одну из двух сторон. Либо рассосали ваших товарищей зеленых, либо рассосали красных. Короче говоря, кто там что сосать будет, вы узнаете только тогда, когда докатитесь сюда. Лапу сосать будем, ну, либо друг к другу в затылке. Что касается орудия. Орудие действительно классное. Классное, вопросов нет. Ты действительно классно точно стреляешь, очень хорошее время сведения. Как я уже говорил, не сильно веселое, ребят, время перезарядки, но как есть, так есть. Что касается того, чтобы вертеться на месте, ну, как вы видите, поворачивается, да и слава богу, уже неплохо. Вот то, что нас окружили, вот это уже очень плохо. И мне бы сейчас вот перекинуться туда, ДПЗшечку забрать, но, к сожалению, моя подвижность такая, что я себе этого просто позволить не могу. Что касается брони, я вам говорил, что это сущий картон. И посему ехать на ней прямо на первую линию, это, в принципе, прямая дорога в ангар. Поэтому надо быть осторожным, надо понимать, когда имеет смысл пойти в размен, а когда нет. Ну и, соответственно, от этого уже, как говорится, танцевать. У меня сейчас не было другого выхода, я понимал, что будут добирать этого товарища, если я нанесу ему урон. Именно для этого я выехал и пошел в размен. Будет ситуация какая-нибудь другая, я бы ни в коем случае этого не делал. Ну что, попытаемся набросать бешеного урона. Возьмем мастера, я не знаю, или что мы там получим. Вообще, честно говоря, ребят, у каждого свой кайф, я, допустим, за мастерами не гоняюсь. Но на вот таких вот коллекционных машинах мастера даются очень легко. Наверное, потому что они не пользуются особой популярностью. Ну и, соответственно, планка мастера не так уж и высоко стоит. Итак, ребят, у нас победа. Победа, я считаю, заслуженная. Несмотря на то, что нас попытались окружить, мы что-то смогли сделать. Это довольно неплохо. Ну а что касается результативности нашей машины, ну и, соответственно, результативности нашей в команде. Результативность машины и результативность в команде это всегда абсолютно разные вещи. Потому что вы можете не реализовать машину и в то же время победить, а можете реализовать ее и в это же время проиграть. Поэтому результативности все-таки разные. Даже фарм какой-то плюс-минус получился. Это довольно смешно. Я единственное не могу понять, каким дивным образом он у меня вышел. Премиум аккаунт 12140 серебра. Между прочим, в карман не поместится. Вот то, что я говорил, что и в разрезе команды, и в разрезе результативности самой машины, как таковой, не ахти результаты. Буду говорить откровенно, машина не прям постоянно в топе по урону, но, как правило, где-то в серединке. Сейчас, пока я доехал, пока туда-сюда, пока разобрались, что в этом бою делать надо было. Кого-то подразбирали, но какой-то свой вклад я сделал. Сделал один фраг, накинул немножечко урона, ну и был довеском, я бы так это назвал, по хп в команде. Который тоже необходимо было забрать, я имею ввиду забрать у меня, соответственно, таким образом забрать у всей нашей команды. Короче говоря, ребят, АТ-1 это не машина для фарма. Однозначно, эта машина, может, даже и не совсем для кайфа, знаете. То есть кайф все-таки он связан с тем, чтобы ты весело играл, у тебя классно все получалось, а Т-1 этого не дает. Это коллекционка для души, которую можно выкатить на один или два боя, где-нибудь раз в месяц. Вот прям, когда вам совсем нудненько и нечем заняться. Ну, это мое скромное, субъективное мнение. Напишите свое мнение по поводу данной машины, если она у вас есть. Ну и уж тем более, напишите свое мнение по поводу того, а стоит ли делать обзоры на песочные танки. Но скажу откровенно, меня это не остановит. А на данный момент, друзья, у меня все. Это было Т-1, честное мнение, честный обзор. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на канал, я буду всегда вам рад и безумно благодарен. На данный момент все, всех благ, всего хорошего, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.